Приветствую вас. Отвечая вам сразу на первый вопрос, я скажу так, что чувств к двум мужчинам быть не может. Невозможно любить двоих. Это правда. Если вы говорите, что у вас есть чувства к одному и другому, то, скорее всего, вы не любите ни того, ни другого. Потому что если бы вы любили кого-то, то вы бы с большей долей вероятности знали бы о том, кого вы любите и, соответственно, ни с кем больше в отношениях находиться вы бы не захотели. Вы пишите, что вам первый парень изначально не понравился, но он делал все, чтобы вам добиться. Казалось бы, все, что нужно девушке, то есть вам с ним удобно было. Душа к нему не лежала. На тот момент, пишите вы, у вас был тяжелый период в жизни, поэтому вы его не отталкивали. То есть вместо того, чтобы пережить тяжелый период, ну, я не знаю, отродиться к психологу, или что-то еще сделать в этом направлении, вы вместо этого просто пользовались им и согласились не встречаться. Далее, вам стало без него плохо, то есть вы впали в зависимость от человека. Что такое зависимость от человека, ну, грубо говоря? Вот прямо если в грубой форме, да, что такое зависимость от человека? Зависимость от человека – это перенос на него ответственности за себя и за свою жизнь. То есть вам стало плохо, потому что он, скорее всего, помогал вам разрешать ваши проблемы. Возможно, это было связано с тем, что в трудный период вы полагались на него, и он сам брал за вас ответственность. Возможно, это связано с особенностями, с аспектами вашего трудного периода. Может быть, и такая ситуация иметь место быть. Правда, в этой ситуации, ну, и вообще, но в этой ситуации особенно, нужно отдельно разбираться, что это был за тяжелый период, как бы вы в нем оказались, извлекли ли вы какой-то опыт и так далее. То есть ситуация здесь, она вот именно так рассматривается. Дальше. Через год, не знаю, каким образом, меня судьба свела с другим молодым человеком. Вот видите, вы говорите, что каким-то образом, то есть каким-то образом, независимым от вас. То есть, поправьте меня, если я ошибаюсь сейчас. То есть какой-то образ от вас, независимый. Каким-то образом, независимым совершенно от вас. На мой взгляд, на мой взгляд, это, ну, мягко говоря, означает, что вы какие-то свои действия, какие-то свои поступки, поведение, вы не осознаете, то есть не отдаете себе отчет в этом. И мне кажется, что это весьма и весьма серьезная проблема именно для вас, потому что это ставит под сомнение, под вопрос, то, насколько вы вообще отвечаете за свою жизнь, на то, насколько вы хорошо контролируете свою жизнь и так далее. Вот каким-то образом, то есть что значит каким-то образом? Не каким-то образом, а ваше желание. Вы же не сказали, что вы этого первого мужчину любили. Нет, вас к нему, вы пишете, что душа к нему не лежала. Ну, он просто был удобный. И естественно, что если вот вам встретится другой человек, вам встретится другой молодой человек, к которому у вас появились чувства, потому что до этого вы не жили, можно сказать, эмоционально, да, эмоционально вы не жили вот с этим молодым человеком первым, вам было удобно, но эмоционально вы не жили. А тут вы влюбились, у вас появилась искра, и все было хорошо. Далее, заметьте, вы пишете, что ты родное в нем почувствовала, то есть что ты родное, это что? Вот надо добраться, что значит родное? Я поддалась чувствам и разорвала отношения с первым молодым человеком. В принципе, вы поступили правильно. Застойлись только разница, что отношения с первым молодым человеком следовало не начинать, если у вас не было к нему чувств. Потому что таким образом вы обрекали себя на обман, и жили в обмане, и его, соответственно, тоже обманывали. Вопрос более тонкий в другом. Как вообще стало для вас возможным иметь такие отношения, где вы не любите? На что вы опирались? О чем думали? Чего хотели? Как планировали? Далее, вроде бы все хорошо было с этим вот старым молодым человеком. Но со временем я стал чаще и чаще вспоминать того пех первого молодого человека. Все мне стало напоминать о нем. Музыка, фильмы, люди. Появилась невыносимая тоска. Ну, здесь с одной стороны прошел эффект новизны. Вот. То есть второй молодой человек, он, во-первых, был на фоне. То есть мы не были одна, и второй молодой человек, он занимал более выгодную позицию, только пока он был на фоне того первого. А сам по себе молодой человек, ну, возможно, представлял из себя куда меньше, чем, например, он реально представлял из себя. Поэтому, на мой взгляд, вот на мой взгляд, ситуация здесь, она именно такая, что ваш, вот, ну, первый молодой человек, он, как бы, вас не устраивал в чем-то, в чем-то, почему-то. Второй молодой человек, он на фоне первого оказался лучше гораздо, но, как самобытная личность, он, к сожалению, был, ну, никаким или гораздо хуже. Либо никаким, либо гораздо хуже. Вот. И поэтому со временем его ценность для вас стало, ну, куда меньше. Вот. И вы начали идеализировать первого молодого человека, потому что он остался в прошлом. Идеализация началась. Что, в общем-то, вполне нормально, если мы говорим о том, если мы говорим о, как бы, об оставлении образа в прошлом. Это нормально, что тот, кто остался в прошлом, или тот, что осталось в прошлом, со временем идеализируется. Мы начинаем вспоминать только хорошее. Это с одной стороны. То есть это это ностальгия. С одной стороны. С другой стороны, второй молодой человек явно по-другому себя позиционирует. Ведь в отличие от первого, он не берет ответственности на себя, вероятно, ну, такой, как первый брал. не помогает вам, может быть, так, как первый помогал. Ну, и вообще не такой активный, как, может быть, первый. И все бы ничего, но вы привыкли к первому. Вы привыкли к тому положению, которое давал вам первый молодой человек. А второй молодой человек понимает вас как более равного себе партнера. И из-за этого вы чувствуете сейчас, что ну, как бы опустились, да, понизили планку. И отсюда ваша тоска по первому молодому человеку. Далее. Я не знаю, как мне поступить. не могу отпустить противоотношения, но и с нынешним не готовы расстаться. Так, а почему не готовы расстаться с вторым молодым человеком? И почему не может отпустить противоотношения? Из-за чего? Вот. Постоянно думаю, правильно ли я поступил. Нельзя поступить правильно или неправильно. Далее. можно поступить так, как вам кажется наилучшим в каждом конкретном случае. Я полагаю, что причина, по которой вы не можете отпустить противоотношения, это сумма, именно сумма той тяжелой ситуации, в которой вы оказались, и то влияние, которое, и того влияния, которое оказал молодой человек первый на вас. и как результат это ваше чувство, ощущение себя, как вы себя воспринимали. Я полагаю, что именно это и является ответом на ваш вопрос. Если говорить немножко проще, то больше ответственности за себя, больше самостоятельности вам нужно, больше активного удовлетворения своих собственных желаний и таким образом лишенное потребностного аспекта восприятия людей. Подумайте, если бы молодой человек не делал, первый молодой человек не делал бы для вас всего того, что он делал, нужен ли был он вам. Второй, молодой человек, чем он вас привлекает. Почему вы с ним? Вы не говорите, искра что-то родное, но что это? Из чего оно состоит? Чувствовали недощущенности либо что-то еще? Чтобы за всем этим разобраться, нужно выйти из отношений с вторым молодым человеком. И не идти к первому, а помыть одной. Наедине спокойно с тобой, лучше с психологом. Проанализировать все, в том числе свои детско-родительские отношения, потому что вот сцена сценарий обмана, что вы обманывали первого молодого человека, как я понимаю, обманываете сейчас второго молодого человека, это с вами откуда-то взято. Соответственно, нужно определить, почему так, почему вы запрещаете себе быть счастливой, почему вы запрещаете себе иметь полноценные, равноправные, ну, или нервно-обравные зависимости от ваших взглядов отношений. Что мешает? Кто мешает? Вы говорите, мучаю себя и их. То есть, первый молодой человек тоже где-то с вами, да, он ждет, когда вы вернетесь. Как вам поступить? Значит, на мой взгляд, справедливо и гуманно для обоих мужчин и для вас выйти вам из отношений с ними обоими и работать над собой. Я уверен, что если вы проанализируете свою потребностную сферу, я уверен, что если вы повысите свою самооценку, если вы будете четче представлять себе свои желания, то есть, большей долей вероятности ни первого, ни второго мужчины вам не понадобится помыться и в первом случае с первым мужчиной, и во втором случае со второй мужчиной вы были в позиции нуждающегося. Отношения с такой позиции не строят. Это означает всегда, что вы зависимы, это означает всегда, что вы в проигрышном положении, а это в свою очередь означает, что искренности и любви в этих отношениях быть не может. Я понимаю, что во вторых отношениях вы нуждались в любви, вы нуждались в теплее, вы нуждались именно в каком-то таком эмоциональном наполнении, но вы нуждались, значит, первым у вас этого не было. Значит, у вас у самой этого не было. Вот теперь это у вас есть, и вы вновь вспоминаете о первом молодом человеке, который давал вам другое, не эмоциональное наполнение, а другое, и это вам тоже нужно. А вернувшись к первому, вы опять будете исключать по второму, потому что да, в первых отношениях нет того, что есть во вторых. Все это вам нужно, но все это нужно найти в себе и эмоциональную гармонию, и полноту, и любовь к себе, и реализация своих желаний, и ответственность, все это можно найти в себе. И вот спросите себя, если бы мужчина, если бы оба мужчины не давали вам то, что они дают, вы бы хотели с ними быть? А если да, то с кем? Просто так. Без предоставления каждому из них того, что он вам дает. Если с кем-то, только честно, если с кем-то из них вы готовы быть вместе, без обязательного предоставления вам того, что он вам дает, скорее всего, вы его любите. Но даже в этом случае полноценно находиться с ним вы не сможете, пока не приведете в порядок и гармонию с самым себе. Я полагаю, что отравной точкой стал именно тот самый тяжелый период жизни и его влияние на вас, вследствие чего вы потеряли равновесие свое и теперь как бы мечетесь из одного полюса от одного мужчины к другому в поисках этого самого равновесия, не отдавая себе отчет в том, что равновесие следует искать не во вне, а внутри. И только отыскав равновесие внутри, вы сможете выстраивать адекватные, хорошие, продуктивные, счастливые, долговременные отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.